Время покажет 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 ощущение, что вы как-то все вот решили нас немножко... Ну, с нами же эти игры опасные играть. Ты считаешь, что вот это вот все, что такое? Да, это шум, это ажиотаж. И странно, что ты не упомянул, что сегодня в Wall Street Journal вышла статья о том, что уже в России 100 таких ракет. Они уже произведены. Майкл, Бонс только пишет в этот самый, в этот, Трамп ваш в Твиттер, какой там Wall Street Journal. Я Твиттер его не успеваю. Конкретные цифры, конкретные цифры было названо, что мало того, что есть одно нарушение получается, если верить этой информации, что в России уже 100 нарушений, 40... Смотри, я тебя понял. Я все понимаю. Тебя подготовили в посольстве, тебе дали, что говорить. Но у меня только один вопрос. У меня вопрос только такой. Значит, либо, либо мы этот договор нарушаем, но тогда бессмысленно говорить, что если вы не выполните условия, то мы завтра выйдем. Это говорит о том, что вы уже выходите без всяких условий, потому что мы ничего не собираемся делать. Да. И следующий вопрос, какие последствия? Это самое главное. Зачем вы это делаете? Главный вопрос. Совершенно понятно, что у США какие-то другие цели, выходя из этого договора и последствия. Зачем мы это делаем? Чтобы ты и Россия не изознавалась слишком много. Я хочу сказать, что Россия только одна составляющая этой проблемы. Ты прекрасно это понимаешь. Да. А главная ее составляющая... Даже если бы не было нарушений. Китайская... Да, конечно. Народная республика, хочешь ты мне сказать. Да, это... Это важная составляющая. Важная. Потому что баланс сильно изменилась за последние 30 лет. Отлично. Но только почему нельзя сказать, друзья мои, вот этот договор за последние 30 лет устарел, и нас... Его наличие сдерживает и наша главная проблема Китай. Давайте-ка мы... Не только Китай, и Иран, и еще... Но вы же... Еще 15 стран. Правда. Еще доходят 150 стран. Да. Но вопрос-то заключается в другом. Сергей Иванович, вот... Я говорю 200 соблазов. Последствия. Если Россия будет решать, размещать эти ракеты в европейской территории, тогда это вызовет одну реакцию, очень острую реакцию у США и союзников. Если Россия... То есть, допустим, эти 100 ракет, допустим, нарушены. Вопрос решен. Но если Россия будет размещать этой ракеты не в Европе, а в Азии, это совершенно другая ситуация. Более спокойность. Вот, Сергей Ирванович, и в этом смысле, вот смотрите, мне принесли вот ровно то, о чем сейчас говорит Максим. Значит, НАТО заявляет, вот, 17.001, НАТО заявляет, что Российская Федерация будет ответственна за прекращение действия ДРСМД через полгода, если не уничтожит поддающиеся проверки способом системы 9М729. А США говорят, что будут работать над вариантами военного ответа на несоблюдение России ДРСМД и консультироваться с НАТО. Сергей Ирванович, ну вот явно тут какая-то комбинация просматривается. Давайте ее попробуем. За хвост славит. Какие ракеты-то? Сто каких ракет нарушают? Э, каких? Дальше. Это что, новатор, да? А почему она нарушает? Ой. Ну почему? Потому что они ракеты средней давности выше 500 км, ниже 5000 км. Она не летит на 500. Она не летит на 500. Она летит на 480. А вы летали на 500? Она не летит на 500. Можно я хоть без вашего аккомпанемента поговорю с приличным человеком? Так ты мне скажи, она на сколько летит, ракета? Не я должен сказать. Это администрация Трампа. Это их позиция. Есть испытания. Послушай, Майкл. Есть испытания. Позвали ваших, так сказать, на эти испытания. Запустили на предел 480. Ее чуть-чуть переделали, удлинили. Она летит еще на 10 км меньше. Она не выходит. Она не входит в то, о чем вы говорите. Она не выходит за рамки того, что есть. Поэтому, когда вы говорите нам о том, что это мы что-то нарушили, с этого начинается чудовищная ложь. Просто чудовищная чудовищная. Я никого образом не собираюсь по этому поводу, так сказать, рвать на себе остатки волос. Упаси Бог. Дело заключается тут вовсе не в том, что это происходит. Понятно уже давно, что вы, так сказать, возмутительно циничные и лжете на каждом шагу. Теперь давай подумаем, а к чему это приведет? Как ты думаешь? Я уже сказал. Не, не, не. Это может привести к гонке вооружений, но зависит от размещения этих ракетов. Я тебе более или менее сообщаю, в чем реальная позиция. Это приведет к тому, что мы должны будем пересмотреть всю концепцию ядерного сдерживания. Если вы из этого выйдете, то это будет означать, что мы не можем регулировать свою, так сказать, концепцию тем, чем регулировали раньше, что сначала мы обнаруживаем, что вы взлетаете, потом мы обнаруживаем, что вы летите в нашу сторону, потом мы еще уточняем, на какой объект. У нас для этого просто нет времени. Значит, мы переходим в ядерный мир, где с двух сторон вместо концепции сдерживания ответно-встречного удара будет концепция опережающего удара. Ты понимаешь, что это будет за мир? Вы готовы втянуться в гонку вооружений. Мы втянулись. Вы говорите о чем? Что вы делаете? Почему вы поддаетесь этому? Что ж поддаемся? Вы лжете по поводу того, что вы что-то нарушаете. Вы ходите из той парадигмы, в которой мы могли применять ответно-встречный удар и затаскиваете мир. Вы однозначно ядерные авантюристы. Мы говорим о вашей реакции. Как Россия ответит? Концепция опережающего удара. Допустим, это ложь. Вот что вы сделали. Как Россия будет отвечать и какими последствиями для России? Если Россия втянет в гонку вооружений, это будет повтор кака СССР. Опережающий удар будет уже не вопроса последствия.